Вы слушаете канал жаж.клаб. Эра динозавров. Цветы мелового периода, переписавшие историю жизни. Центральным элементом шведского музея естественной истории в Стокгольме, вероятно, является зал «Окаменелость и эволюция», в котором огромный скелет тираннозавра, кажется, зевает над толпами пораженных школьников. Рядом туристы восхищаются черепом Трицератопса и моделью Велоцераптора. Эти культовые динозавры эволюционировали в эпоху позднего мелового периода и вымерли около 66 миллионов лет назад, примерно в то время, когда астероид врезался в планету. Трудно придумать какое-либо событие в истории жизни, которое оставило бы больший след в человеческом воображении, я не думаю, что можно конкурировать с динозаврами, считает Эльза-Марии Фриис, полиоботаник и почетный профессор музея. Однако Фриис пришла к выводу, что исчезновение динозавров не было самым интересным событием мелового периода. Ее больше интересует пара валунов, незамеченных у ног тираннозавра, на которых есть отпечатки очень старых листьев покрытосеменных растений. Покрытосеменные, или цветковые растения, сегодня настолько распространены, что без них едва ли можно представить себе жизнь. Они охватывают не менее 350 тысяч видов, включая все, от кактусов до ветропыляемых трав и широколиственных деревьев, и намного превосходят по численности более старые растения, такие как папоротники, хвойные деревья и мхи. Однако первые динозавры в Триасово и Юрские периоды жили в мире без цветов. Первые покрытосеменные, вероятно, зацвели в начале мелового периода, около 135 миллионов лет назад. Они зажгли революцию, которая заново изобрела саму природу. Цветы могут быть нежными, как маргаритки, зловещими, как крапива, эротичными, как орхидеи, или строгими, как колосья пшеницы. Большинство цветов рекламируют репродуктивные части растения – мужские тычинки, которые производят пыльцу, и женские плодолистики, которые заключают в себе семена и развиваются в плоды, для опылителей, включая насекомых и птиц. Но их происхождение было неопределенным, отчасти потому, что цветы очень эфемерны. В XIX веке самыми старыми известными окаменелостями покрытосеменных были отпечатки листьев среднего мелового периода, которые уже выглядели как листва современных деревьев. Чарльз Дарвин назвал их «отвратительной загадкой», потому что их внезапное появление в летописи окаменелости и поставило подс. Продолжение читайте на сайте jash.club